всем привет итак готовим макароны по-фотски так первый этап ставим варится макароны не я считаю не обязательно нужно в кипящую воду бросать некоторые считают зачем какой смысл вообще они так варится чуть-чуть там горячую воду они сухие чем короче нет смысла какого и ставим на максимальный огонь на максимальный огонь ставим чтобы побыстрее сварилась и потом еще какие комментарии дам по поводу торон по поводу их варки и сразу же ставим жарится фарш так то разминаем даже можно очень много масла бросить потому что потом всю за кастрюлю бросить туда поэтому все масло которое мы очень много нальем а но все вот уйдет а лучше его добавить сразу много они потом потому что она все смешается с этим соком мясо жиром из мяса потому что это фарш он обычно делается говядина и свинина не и намного жира который все зарастается да на прокат настройка плиты тоже на максимальный огонь ставим сразу надо ничего тушить мы будем сожарить до офигительной корочки мясо будет сухое хрустеть как сухарики будет супер офигенно сейчас пока отключаюсь попозже отключусь еще раз и так прошло 12 минут макароны варили с нас самом большом огне и брошенной сразу воду они в кипяток всего лишь 12 минут вот я люблю макароны варить так чтобы они были не разварена вот только вот только вот на пробу на беру на вкус на пробу то есть пробую вот только-только прошла вот твердость сухость их не я сразу вот выключаю я их не не перевариваю вообще не скоричко мясо я тоже буквально за две-три минуты обжарил до корочки но это еще не все она еще будет обжариваться так теперь что делаем берем дуршлаг ну понятно дело сливаем макароны тут никаких хитростей нету просто их сливаем вам не обжечь сейчас сейчас положу телефон все это вот сливаем воду и бросаем все это сковородку тут хватит мне на сегодня и завтра поесть сразу завтра еще разогрею сейчас приготовлю так ставим опять максимальный огонь вот какой огонь сильный и вообще обычно всегда все готовлю на максимальном огне секрет в том что просто не отходишь от плиты так если ставишь на маленький огонь и идешь по своим делам оставишь на большой огонь и постоянно вот стоишь помешиваешь в итоге готовится быстрей за место 40 минут 20 минут на большом огне как-то она все вот вкуснее как вот не знаю на маленьком огне тут все тушится я вот вот не люблю это такое тушеное на воде я люблю когда все обжаренное прожаренное с корочкой в общем сейчас уже последующий этап видео будет так последний я вам покажу как я в какой степени я прожарил макароны ну и все ну вот в общем прошло где-то 5-7 минут на большом огне корон ну тут очень много макарон поэтому тяжело всех прожарить потому что перед переваливающих там фоне остается в общем эти вот макароны они так и вот корочка такая вот золотистая на некоторых на многих есть но еще добавил перца много перца я люблю поострее вот а еще в чем главное что главное в этих макаронах по фоске в том что мясо стало вообще как сухарики смотрите мясо вообще как сухарики вот она прям вообще до самой сердцевины прожарена корочка прям корочка до самой сердцевины там вообще вот видите какое и такое блюдо довольно сухое поэтому его лучше есть сразу себе сделать чай и есть и пить чай потому что сухое и конечно еще один момент если съесть если есть прям много большую порцию то могут устать скулы потому что довольно не то что тяжело жевать много жевать такого тяжело поэтому кого проблемные зубы какие-то слабые я не знаю но очень вкусно прям очень вкусно обалденно на этом все всем спасибо за просмотр и всем пока